Еще пару дней назад, эта пустошь была именно что и есть настоящей пустошью. Здесь не было абсолютно ничего, но теперь китайские бойцы заняли это место. Ценг, ты это видишь? Ни одна дусаня пресекала границы с того момента, как мы поселились здесь. И я сомневаюсь, что тот, о ком ты говоришь, сможет нам что-то сделать. Ли, знаешь, хорошо, если бы было все так, как ты говоришь, но этот чертов соло-игрок не дает мне спокойно спать. Стоит нам только отвернуться, как он украдет все, что у нас есть. Ценг, ты серьезно боишься какого-то соло-игрока? Нас сто человек, сто нас может напугать. Я уверен, что скоро мы точно его поймаем. Так что не беспокойся. Тем более ракеты, как ты понимаешь, стампуются у нас каждую секунду. Ведь бойцы из насого легиона работают в поте лица, чтобы поддерживать нас и королевство. У меня есть подозрение, что он находится уже среди нас. Короли пустыни Знали бы эти китайцы, сколько работы у них в ближайшее время появится. Ведь у меня есть множество идей по захвату их королевства. Ну что ты там говоришь, я не понимаю тебя. Я тебе говорю, что надо было поставить свой лайк. Теперь ты будешь отбывать свой срок в этой клетке, пока зрители не наберут 100 тысяч лайков. А давай ты меня отпустишь, а я тебе расскажу секретную технологию по созданию игр. Нет, тут ты не угадал. Я и сам знаю, что самые сочные игры создаются на движке Юнити. И даже Rust сделан на нем. Разработчики на Юнити сейчас нужны везде. Отсюда у них и средняя зарплата 150 тысяч рублей. Откуда я все это знаю? Я же прошел курс разработчики игр на Юнити Про от онлайн школы Skill Factory. И попал как раз в разгар черной пятницы. Сейчас буду учиться спокойно. А первый платеж сделаю только через 3 месяца. Ты так тоже можешь. Тут это предложение все еще актуально. Кстати, в школе важно, чтобы ты получил реальный опыт отработки навыков. И нашел работу. Для этого она даст тебе много практики. Ты научишься самостоятельно превращать свои идеи в игровые сюжеты. И создашь 7 готовых игр, из которых сформируешь свое портфолио. Которое пригодится тебе при трудоустройстве. И с поиском работы тебе тут тоже помогут. Только в период черной пятницы ты сможешь принять участие в командном проекте. А это не только даст шанс пополнить портфолио крутыми проектами, но и возможность выиграть деньги. По промокоду ЧИЗИ будет скидка до 60%. Так что переходи по ссылке в описании или по QR-коду на экране и скорее подавай заявку на курс. Скилл Фэктори учит тех, кого берут на работу. Эх, тогда придется мне ждать 100 тысяч лайков, чтобы выйти из этой клетки. И тогда я заставлю его выпустить ролик через неделю. Глава 1. Предыстория. Интересно, как тут мои друзья-китайцы поживают. Ой, так они вообще хорошо поживают. С калашами походу уже бегают. Этот тип до сих пор в онлайне. Тут реально какая-то деревня у них. Сейчас вы, наверное, не понимаете, что здесь вообще происходит и о каких китайцах идет речь. Да и вообще, Димас, где контент с самого начала, как ты их нашел? Хорошо, сейчас все покажу. Вся история начиналась с того, что я запустил стрим. И да, вам не показалось. Это я, Илон Маск. И сегодня я буду показывать вам, как выживают настоящие гении Раста. Так вот, целью на этот стрим у меня было развиться и найти громадную клонину, чтобы в будущем делать грязные вещи, как в старые добрые. Дай ревик или двушку. Жюлик. Жюльян. Он хочет меня убить. Смотрите, этот чел хочет меня убить, очевидно. ПЛИС! ПЛИС! О, он не умер! Он не умер! Есть! Это мое весло! Сюда! Вот это окуп! Тут же на меня выскакивает его разъяренный друг. Но он тоже откисается от ночирки. Ха-ха-ха-ха! У него глазномет был, ребят. Это могла быть потенциальная ошибка. Да уж, старт был неплох. Около 40 минут я пробегал потом в поисках большого клана. И уже оказался в пустыне, где решил полутать пару порталов. Зеленый ящик. Ничего. А так хотелось. О, вот гроб это, кстати, топ. Гроб это топ. О, вот это! Это хорошо, спасибо. Может быть мы бегаем по каким-то местам, я не знаю, где люди не бегают. Вот. И тут я замечаю челика, который явно хотел меня убить. Но так как я наиграл в соло около 20 тысяч часов, я знал, что с ним можно сделать. Оп. Оп. О, вот. Его собака захавала Этого типа собака схавала После этого я даже умудрился найти себе зараженный домик Который мог оставить себе Как будто бы это мой вариант Так, этих бомжов надо сразу облутывать полностью под ноль Вчера был четверг, на этом сервере был вайт Где все нафиг люди? Тут должны быть воины И стоило мне только это проговорить Как вдруг я натыкаюсь на двух залутанных челиков Один минус Ноль патронов На этот раз мне самую малость не повезло Я хватаю еще одну берданку и возвращаюсь снова туда И вот именно сейчас судьба меня сводит к той самой цели Которую я искал Что, деревня какая-то? Тут какая-то деревня или еще? Я не понимаю Чувак плащел Чувак плащел Вон их трое вообще или четверо Бегут вниз Я даже не планировал их убивать, но они решили иначе Ну, че поделать? Че поделать? Тогда берем двушку Че? Берем двушку и пытаемся забраться на ту территорию Как и планировали Ща будем забираться, лутать у них метальчик У тех, которые справа Справа живут Да ёкарный бабай, выпрыгивай Оу май гад Вау Помогите нафиг, ничего не вижу Кто-нибудь Открой дверь Открой дверь прям сейчас Я отсюда не выберусь Это нереально Это нереально нафиг Петля ем Лишь бы от кактуса сейчас не сдохнуть Вот как-то так прошло наше первое знакомство с этим королевством Блин, а че это за дом такой странный? У него там вообще открыто все Это китайцы Это какие-то китайцы Ши-ш Блин, это такое фиаско Игра была явно против того, чтобы я их продипал Я только что мог к нему в дом залететь Но у меня еще оставался небольшой шанс попасть к ним внутрь Давай 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 Он на кд Отлично Ломаем ящик Следующий ящик Оооо Блин, как будто это бомж какой-то вонючий У него даже печки не плавят Я думаю, надо рядом с ними строиться Ох, сейчас контент жесткий будет А шкаф у него вот за этой дверью стоит Что он нафиг построил, я не понимаю Слушайте, а у меня есть идея, че можно сделать Я сделал себе небольшую потайную соломенную комнатку И начал ждать, когда он заспавнится В надежде, что он откроет дверь к шкафу Ждем Блин, это вообще бомба нафиг Что тут происходит на этом сервере? Вы прикиньте, какой мы контент сейчас будем делать? Я просто не отстану от этой базы От этих ребят вообще не... Ну, это все Мы нашли то, что мы искали Он оказался не таким туп... А что если сделать вот так? Да, 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 да Что если сделать так и сделать так? Потом мы поднимаем его Я типа промахиваюсь А он типа просто умер нафиг Он просто подскользнулся Короче говоря, мне не оставалось ничего Кроме как выпрыгнуть с окна И построить неподалеку от них кибитку Чтобы в будущем проворачивать здесь грязные делишки Да и судя по тому, что они были китайцы А я очень так похож на них В принципе, они могли принять меня за своего Все, мы живем возле китайцев Потом я увидел то, что они прилетели на коптере И сразу же решил, что он им в принципе уже не нужен Кого-кного болтов Кого-кti Было Висот Кого-как К road Кого-как 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дом на их территории и о каких китайцах идет речь Интересно, как тут мои друзья-китайцы поживают С калашами, походу, уже бегают Этот тип до сих пор в онлайне Тут реально какая-то деревня у них Чтоб можно было такого интересного с ними сделать Блин, злые китайцы За что убивать-то? Видимо, еще вчера они запомнили моего персонажа Но планов, как их достать, было очень много А у этого окна открыты Я чувствую, что здесь можно что-то ёнькнуть Сто процентов С болтовочкой, походу, стоит на крыше И в этом же моменте я неподалеку от себя Слышу, как кто-то отстраивается И разговаривает о чем-то Что они строят, я не понимаю Что это такое? Мне нужна ночь, чтобы к ним туда внутрь попасть И я начинаю действовать максимально нагло Ведь именно так они бы понимали, что я свой Он узнал, что я не свой Но после того, как они меня убили Я возвращаюсь сюда с чирками И показываю, кто здесь на самом деле Настоящий хозяин этой территории Но чтобы проворачивать все свои грязные делишки Мне нужны были веревки и двушки Ооо, нифига Так с вас-то нормально вообще насыпает? Ооо Еще и в лапку можно будет сходить Блин, а тут как будто хорошее место было бы Чтобы просто фармить скраб Раз-два Двушечку сюда Патрончики сюда И лестницы тоже сюда Так как у них не было турелей на многих домах Я мог спокойно к ним забираться на крышу с лестницами И смотреть, как у них все обустроено А у этих пацанов вообще тачка есть Ладно Лестница это все-таки Не то, что нужно сейвить Это то, что нужно реализовывать Пау-пау-пу-пуу Куда я попал, тут их очень много. И как бы долго я тут не сидел, они выходить на крышу не собирались. Они как будто бы знали, что я тут сижу и просто сели в машину и уехали. И дабы не терять много времени, я отправляюсь на ближайшую РТ-шку в поисках китайских фармил. Ну они походу лутают 24 на 7 эту штуку. Хотелось бы конечно найти какой-нибудь тайник китайский с миллионом ресурсов, построиться здесь на их территории и доминировать, а я пока просто бомж. Блин, у них у всех такие дома странные. Там что-то происходит жесткое. Чувак с МПшки, с парашютами. Да, их королевство разбивалось полным ходом. И знаете, в глубине души было больно наблюдать за тем, как они безнаказанно бегают и фармят на своем острове. Офигеть их много. Мне определенно нужно было ёнькнуть у них какое-нибудь оружие. Как только настала ночь, я приметил один небольшой домик, который я мог продолбить с помощью копья. Но заниматься этим нужно было максимально скрытно, чтобы меня никто не спалил. Ведь там внутри за этой решеткой лежал залутанный китаец с домиком, который я хотел забрать. Блин, как будто ночь это самое время, чтобы подолбить. Как будто он сейчас меня спалит. У меня уже вся жопа в колючках от этих кактусов ночных. Да, бегать ночью без фонарика в пустыне просто одно сплошное удовольствие. Оформить пальмы просто шедеврально. В свободное время я продолжал следить за китайцами, которые отделялись от той территории. Ведь именно так я и мог бы их попытаться словить и выбить хотя бы первое хорошее оружие. Я думаю с ревика у меня больше шансов убить кого-то. У них тут спалки есть повсюду. На-а-а-а! Просто китаец! Наконец-то берданку вытащил. Хотя бы изучить теперь наверное смогу. Жалко бур не забрал. Ну а сейчас вернусь. Берданочка к папочке. На их территории было огромное количество разных домиков. И я пытался получить информацию абсолютно по каждому из них. И тут в моменте я понимаю, что это не китаец, а какой-то иностранец. Эй, мой друг! Эй, мой друг! Эй, мой друг! Моего друга убили, а у меня кончаются патроны на револьвере. И я понимаю, что мне нужно как-то с ними сближаться. Какие они душные эти китайцы, у меня нет слов просто. Я маленький камушек, я маленький камушек. Маленький камушек. Это по-любому очки мне помогли. Он когда увидел меня в очках сразу понял, что хана ему. Короче, мне нужен новый дом. Ммм, ресурсики домой приехали. Хорошо, хорошо. Главное, чтоб мой дом никто не нашел и не рассекретил. Я уже даже и нашел место, где хотел построить свой топовый дом. Но по возвращению я вижу такую картину. Возле моего дома кружится очень много людей. Опа! Аааа! Аааа! У меня есть такое чувство, что они будут рейдить мою кибитку. Либо они просто ищут мой дом. Да, они будут рейдить мой дом походу. Я ни капли не испугавшись появляюсь в своем доме. И пытаюсь как можно скорее застроиться. Есть такое чувство, что как будто бы все. И из-за того, что я играл на американском сервере из-за пинга, я не схватил камень со шкафчика. И это была большая моя ошибка. ГГ. Прощай, мой домик. Я не знаю, как они вычислили, где я живу, если я ни разу при них туда не забегал. Но... Я еще раз построюсь рядом. Не проблема. И именно в этот момент я решаюсь вернуться туда же и посмотреть, что произойдет дальше с моим домом. И по пути натыкаюсь на одного интересного типа, который как раз таки и стрелял по ним в надежде задефать мой домик. Эй, мой друг, 8 людей рейдят мою базу. 8 людей рейдят мою базу. Не волнуйся, 8 людей рейдят мою базу. Я соло-геймер. Но... Чинские геймеры могут рейдить мою базу сейчас? Ха-ха-ха. Почему? Моя жизнь разрушена. Я только получил рак и большой кок. Ха-ха-ха. И хоть он со мной не разговаривал, у этого паренька было доброе сердце. Он решил меня поднять и даже скинул мне свою берданку. Thank you, bro, so much. Love you. Офигеть этот тип красавчик. Очевидно, он жил в этом большом клане. И очень скоро мы к нему еще вернемся. Сразу я решаюсь рискнуть и вернуться к этим китайцам, которые расслабленно ходят на своей территории. Они сейчас, наверное, за мной побегут. И недолго думая, я решаюсь на строительство самого защищенного дома. И находился он неподалеку от того места, где меня уже рейдили. Как же зря они думали, что от меня можно так просто избавиться. После я отправляюсь в поиски различных фармеров. Как вдруг получаю очень важную информацию. Они серьезно с кибиткой хотят рейдить оффлайн дом? Я слышал, что их как минимум там пятеро. Но вы ж меня знаете. Я рисковый парень. блин я почти всех там убил там один остался да там остался один и хоть их было в очень много раз больше я все равно пытаясь рискнуть и попробовать их убить еще разочек да это нереально их там слишком много на и тут я понимаю что они собираются рейдить возле того самого клана который подогнал мне берданку поэтому я спавнюсь возле них и иду рассказывать им информацию заранее чтобы они могли подготовиться к первому взрыву мэй фрэнд мэй фрэнд ахива great info for you мэй фрэнд сэвэн сэвэн чиниз пипу райднал ванна рейд юр нейборс с 25 сэван чиниз и билдинг рейдбейс рейднал и дон хэвэруф и пока этот клан готовился к антирейду я отправляюсь под их кибитку в надежде что кто-то меня пропустит внутрь он вряд ли меня будет поднимать меня не деавторизовали сейчас их будут убивать я попробую к ним пристроиться по-быстрому и тут начинается самое интересное мне на помощь приходят те самые клановые игроки я вообще не знаю что тут происходит я лучше отойду ну чё получается у меня есть варик что-то оттуда пока они будут воевать блин был бы эпик если бы я к ним в окно залез под шумок бро 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 б Да ну за что меня убивать, ну я же... В итоге Альтиус передо мной извинился. Он подумал, что я просто противник, который пытается что-то подсейвить. Но мешать им я не собирался. Они полностью забрали этот рейд. И в знак благодарности, Альтиус мне дарит дом, который рейдили китайцы. И теперь я мог спокойно жить в нем. Биг Бой Эндесер. И в этом доме оставались еще какие-то пушки и ресурсы, которые мне точно были нужны. Ведь я был совсем бомжом. Can you give me this door? Because I try not defense this base too much time. What happened? Oh, it's empty or... Oh, nice, man. There's stuff down here. Look at this. Oh! We got food. Oh, shit. Oh, yeah. Какая сила-то забавная. Этот лут я разделил со своим соседом-иностранцем. А за это он решил помочь мне выдолбить шкаф здесь. Который как раз таки и не давал мне строиться. Nice. И теперь в их буферной зоне я мог построить скрытный дом, который бы никто не нашел. И сейвить здесь все свои ресурсики. Ведь китайцы вряд ли бы стали рейдить тот дом, который они уже рейдили. Звучит гениально. Не так ли? Я не понимаю, кого там рейдят. И не понимаю, кто это рейдит. И в моменте, пока я застраивал домик, случается страшное. Рейдят моего дружелюбного соседа-иностранца. И очевидно, это были китайцы. Сделать сейчас с этим что-то я не мог. Глава 3. Паразитирование. Я продолжаю следить за этими китайцами в надежде, что у них будут открыты где-нибудь двери. И попутно я прорабатывал план, как я выдолблю потолочек у того домика через окошко. И залутаю Томпсон. Я добью этот дом. Сто процентов. Но делать это я старался в кромешной тьме. Чтобы ни один из китайцев меня не спалил. Иначе тогда бы мой план провалился. А в это же время китайцы с грустными лицами прибегали к моему дому. Но тогда они еще и не знали, что я в нем поселился. Ну помимо китайцев появлялись еще и те, кто пытался им противостоять. Запомните этого парня. Дождавшись еще одной ночи, я отправляюсь добивать наконец-то последнее ХП. Изи, Томик. Тут еще есть работенка. Я надеюсь, там все открыто будет, и я поселюсь в этом доме. Честно говоря, я не знаю, кто тут жил, но очевидно, какой-то гений. Ведь с помощью копья и топора я смог проникнуть в центр дома. Так. Блин. У него как будто осталась последняя дверь. О, нифига. Что? Если эти гробы будут по фуллу забиты, я буду орать. Страшно? Ха-ха-ха. О, пошло дело. Офигеть, это гений какой-то тут построился. Китайский гений получается. В принципе, я доволен. Можно, конечно, дверь прорейдить у него, но как это сделать по-тихому? С такими мыслями я отправляюсь в сторону своего дома. Сэвить основные ресурсы. Да и мне нужно было добыть где-то скраб, чтобы наконец-то изучить сачели. Так. Ну что, я рад. Ну а так как у меня лут был за деревянными стенками, я решаюсь пофармить немного камушка, чтобы укрепить свои спрятанные ресурсики. Блин, а у меня тут даже спалки нет, надо спалку поставить хотя бы. И дверь еще одну скрафтить. Но вначале я сбегал к Альтиусу, чтобы спросить, продает ли он сишку. И это бы сэкономило очень много времени. Hello, it's you, hey, mister, mister, it's me, 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 me. I can farm sulfur for 1c4. How many sulfur you need for 1c4? How many sulfur you need for 1c4? No, 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 I don't need... Окей. Ну, общаясь с ними, я быстро понял, что они, скорее всего, не понимают английский язык. И они явно не понимали русский язык. Я не знаю, откуда были эти иностранцы, но получить сишку мне не удалось. Поэтому пришлось действовать по старинке. Я поставил первый верстак и посмотрел, сколько скрапа мне нужно до сочельки. После этого хватая все компоненты, которые у меня были, я отправляюсь на переработку. Йоху! Оп. Больно. И вуаля, у меня наконец-то изучена сочелька. И теперь я мог взрывать ту последнюю дверку. Но пока я занимался переплавкой серы, случается поистине легендарная вещь. К этому дому подбегает какой-то иностранец и заявляет, что это дом его. Что ты хочешь? Окей, мне. Коми. Ты раздавал мою базу? А, это твоя база? Коми. Да, маааа. Коми. Коми. Нет, я не верю тебе. Это твоя база. Пожел ты открыть некоторые двери? Коми. Коми. Да, я могу открыть двери. Я получаю. Нет, мааа. Нет, я не рейд в твою базу. Я не рейд в твою базу. Я solo gamer. Но я знаю, кто рейд в твою базу. Это чинские зерги. Да. Нет, мааа. Я не могу идти сюда О, черт, вы идете прямо через это О, что? Это бейс-релив О, мой Бог Я просто пытаюсь жить в вашей бейс Потому что ваш бейс выглядит как декая И кто-то... Люди рейдили вашу бейс И я взял ТС и просто строил здесь Я ему рассказал, что его зарейдили китайцы Которые находятся неподалеку от него А этим же временем мне удалось договориться Чтобы он отдал мне все двери с этого дома Ведь он явно не планировал здесь оставаться А мне они были очень даже кстати Офигеть, что произошло? Мне дом отдали, все двери отдали в доме Я могу останавливать этот дом и жить здесь спокойно теперь Я могу просто восстановить этот дом и жить здесь спокойно Но делать этого сейчас я, конечно же, не буду Честно говоря, я был в шоке с того, что произошло Ведь такого я точно не ожидал Но теперь этот дом был полностью в моей доступности Наконец-то я скрафтил нужное количество сачелек И отправляюсь заканчивать начатое Да поможет мне Господь-Господь Нифига Теперь у меня есть домик Теперь у меня есть домик У китайцев Здесь я сделал полнейший ремонт и застроил все входы и выходы. И теперь у меня была база на их территории. Но китайцы тем же временем не понимали, что здесь происходит. Но на этом я решил закончить этот день выживания, потому что впереди меня ждало очень много работы. Да и полить этот дом раньше времени я не собирался. Тем более, вы посмотрите, какой открывался вид с моего окна. Глава 4. Подарок судьбы. Интересно девки пляшут. Ага, чувак заходил. Так, я теперь Джеки Чан. И для всех я теперь свой. Пойду убью китайцев, которые дом строят. Берем мешок укропу, потом немножко двушки. Ни хаум, а? Ты задолбал тут строить. Шкаф закрыт. Ладно, пошел. Пойду деревце засейвлю. Деревце мне надо. Хм, как пофармил. Браток. Братулечек. В это же время я скрафтил лесенки и решил попытаться залезть на базу, которая находилась подо мной. Но там уже были китайские фармеры. Офигеть, этот костюм танкует жестко. Потихоньку в моем доме забивались ресурсы. И как вы знаете, большие ресурсы, большая ответственность. Поэтому нужно было ставить буферку для моей секретной комнаты. О, у-в-в-в. О, у-в-в. О, мил. О, сас. Ха-ха-ха. За ледоруб спасибо. Блин, эти китайцы это просто топ. У меня бесконечные ресурсы просто Просто бесконечные ресурсы от этих китайцев А потом я заметил странную пристройку Возле того клана, который мне помогал И решил посмотреть, все ли у них нормально Ну вроде не гниют эти пацаны А нет, походу гниет у них шкаф Их зарейдили? Или это они сами подгнили? Да ну нафиг, их что реально зарейдили? Кто куда? А я сейвить И хоть я подсейвил все ресурсы, которые я украл Меня не отпускали мысли о том, что я могу забрать у них и калаш Нифига себе Короче мне нужна еще одна кибитка А калашик я бы изучил Если изучить калаш, можно очень много движухи разные сделать потом Мне нужен либо новый дом Либо этот укрепить, потому что страшно жить В нем Но я продолжал следить за этой интересной базой Ведь было непонятно Почему у китайцев появился к ней такой большой интерес Ай-ай-ай-ай-ай Тут походу все облутано, да? А нет, не все облутано Тут просто топ-сет лежит Может быть тут еще что-то будет? Да, третий верстак Серое есть дерево Ха-ха-ха-ха-ха-ха Что это нафиг за бред? Ну, мне сто процентов хата новая нужна Тут еще топ-сет есть То, что я там обнаружил, было действительно большим подарком судьбы Но для меня оставалось загадкой Что произошло с этим домом И почему здесь оставили столько оружия Но одно я знал точно Мне нужна новая база Ну, я один дом где-то тут построил Так, будет кубик Вот так Потом, наверное, спальничек возле шкафчика В этом доме, кроме тех ресурсов, которые я уже нашел Я заметил кое-что интересное Что надо было проверить Не все потеряно Не все потеряно Вообще не все потеряно в этом доме Мне кажется, тут надо каждый уголок теперь проверять У них были калаши Потихоньку оттуда я перенес все честно наворованные ресурсы Которые там оставались Судя по всему, тому клану они уже были не нужны Ведь в сети после рейда они не появлялись О, ПНВ-шка, это топ Ну и, конечно, оставлять такое барахло в кибиточке 2 на 2 было совсем небезопасно Поэтому я решаюсь быстренько укрепить защиту Тем более, китайцы зачастили бегать по моему лесу Глава 5 Свой среди чужих Пойду-ка посмотрю, как там дела у моих китайцев Но контент только начинается Сто процентов Блин, а тут много китайцев Очень много Они что, собираются на какой-то рейд? У них тут движ какой-то жесткий Что тут происходит, я не понимаю Сейчас я понял, что это не простой сбор игроков Они собирались на большой рейд И это был мой шанс Они идут кого-то рейдить Два, четыре, шесть, восемь, десять Я пойду с ними Вдруг у меня прокатит с ними присосаться Неужели они идут мой дом рейдить? Они идут к моему дому Их тут человек пятьдесят нафиг Их тут человек пятьдесят Идут рейдить меня Нет, они не меня идут рейдить Я внедряюсь, я буду с ними действовать Они пришли рейдить моего соседа Которого я выдалбливать хотел Нееет Только не он, пожалуйста Либо они мой дом зарейдят сейчас В который я калаши спрятал Они строят кибитку, чтобы рейдить эту помойку? Ну, что? У меня есть идея Я авторизовался у них в шкафу У меня есть идея Это же база зарейжена Чего они делают, я не понимаю Я авторизовался Я авторизовался у них в турелях Я в это авторизовался, получается И вы не поверите Они строили кибитку, чтобы зарейдить тот дом Который я уже полностью обнес Я не понимаю В чем прикол вообще им рейдить Заряженную базу Время от времени они понимали, что я не свой Потому что у меня ник Джеки Чан Очевидно, Джеки Чанов у них не было Поэтому я поменял ник на их тиммейта И зашел снова Чего они делают? Он с ракетницей голый нафиг Ого, смотри Они на парашютах летят Я жду, пока открою дверь Чтоб проскочить внутрь Эть, я почти проскочу Они вырубили турели, зачем? Ну я проскочу внутрь Пока ракет не вижу А за что они меня убили? Я проскочу уже в турели нафиг О, они что-то рейдят Походу все Они поняли, что там пустой дом Он посмотрел мой ник и уходит А, они даже двери снимают Ну план был хорош вообще Китайцы поняли, что этот дом был уже зарейжен Но я умудрился полностью забрать их в башню себе И теперь у меня появился новый секретный блокпост Который был защищен турелями со всех сторон Они поняли, что дом зарейжен и не стали его рейдить А так я бы столько ракет отсюда унес Да, эти мысли мне не давали покоя Я действительно расстроился из-за того, что они не начали рейдить Но, все ли было потеряно? Я знал то, что они в любом случае захотят Потратить свои ракеты Оставалось понять, куда они пойдут Надо за ними последить, что они будут делать Нихао, ма Нихао, ма В итоге, путь меня привел К какой-то огромной базе Которую они уже начали рейдить И наконец-то у меня появился шанс Что-нибудь ёнкнуть Крова взрывается Они что-то скидывают По одному, походу, скидывают предметы Офигеть, их тут много Получится у меня что-то ёнкнуть у них перед глазами, нет? Я забрал пулемет Я забрал пулемет Да почему он меня убил? Я бы с этим пуликом убежал сейчас Рейд длился очень долго Потому что он был в онлайне А я оставлять их так просто не собирался Возвращаюсь сюда в кромешной тьме Ну они вообще всё пронесли О, ракеты Может тут ещё ракеты будут? Куча оружия Но оружие вообще нельзя брать Топливо ворую Компоненты Так, я буду потихоньку уходить отсюда Как мне отсюда можно уйти? По-тихому Так, я ракетницу не забирал Я пытаюсь уйти Я пытаюсь уйти и кельнуться нафиг Со всеми ресами Давай, Демасик, ты сможешь Я добежал до сейв-зоны И вы представьте, что это была только моя первая ходка Я келяюсь здесь И под китайскую тему Иду лутать их ящики О, нифига тут ресов ещё Тут картошки 800 скрапа сюда 800 скрапа сюда Турельки сюда Я просто бесплатно ворую ресурсы Ой, тут куча оружия Просто миллиард Ой, тут куча компонентов ещё осталась Хойджи, Хойджи говорит Это идти домой, я помню Он говорит, Хойджи Типа уходим домой Что, тут рассвет, нет? Там Ван Ко Лянга Сянза Там Ван Ко Лянга Сянза какая-то Ещё 100 скрапа сюда Подрежем Они походу улетают Не, думаю, туда больше нет смысла идти рисковать Я много украл Они могут у меня сейчас это ещё забрать Я вообще не понимаю, что я только что провернул на их рейде Это что вообще за бред? Меня в тиму добавили Не, я думаю Ну, может быть, на всякий случай я стану здесь в тиме А, всё, типа, мы уходим Они туда идут, а я ухожу на фишинг К моим ресурсам Я не знаю, что я провернул Но мне кажется, это очень жёстко Мне кажется, это очень жёстко И я просто уверен, что вы должны поставить свой лайк за такой бигьёньк Ведь с этого рейда я мало того, что украл огромное количество компонентов Так ещё и ракеты Оставалось их всего лишь довести до дома Но у меня была идейка Как сделать это максимально сайвово? Ладно, я поеду отвозить потихоньку Может, они зелёнку будут расширять и мне пароль как-то скажут? Но мне сейчас вообще нельзя дома находиться Вот и второй верстак приехал Если я это донесу, я всё изучу вообще Блин, вот это я доволен Таким контентом я точно доволен И дабы у вас не было вопросов Почему я не вернулся и не полутал ещё какие-нибудь ящики Объясню Владельцы полностью застроились И попасть на их территорию уже было попросту невозможно Но в любом случае Я был доволен тем, что я оттуда вытащил Теперь у меня топлива хватало не только на ракеты Но и чтобы ежедневно им обмазываться И показывать этим китайцам, кто здесь настоящий данжен мастер Так, ну в принципе можно теперь появиться возле них Посмотреть, что они там делают Я появляюсь возле них, чтобы посмотреть, чем они занимаются И ко мне пристаёт какой-то китаец Он просит меня, чтобы я проследовал за ним И вот я бегу за ним, ничего не подозревая Как вдруг подбегаю к типу и вижу то, что у него точно такой же ник, как у меня Я убиваю его, делая вид, что я всё-таки оригинал Но его это, к сожалению, не убедило Злые они какие-то И на такой ноте я появляюсь дома и начинаю заниматься своими делами Мне нужно было переработать все наворованные компоненты Чтобы наконец-то поставить третий верстак и изучить взрывчатку Пойду перерабатываться У меня сейчас, ой-ой-ой, как надо много скрапа, чтобы всё изучить Около двух или трёх тысяч скрапа у меня будет, наверное, в сумме Ракетница нафиг! Ой-ой-ой-ой, сколько же она мне скрапа сэкономила На протяжении двадцати минут я просто стоял и слушал прекрасный звук переработчика Наверное, двадцать шестерёнок надо оставить На всякий случай В сумме у меня вышло около трёх тысяч скрапа А третий верстак мне достанется самым смешным образом Для этого мне нужно было всего лишь разбить пару мультишкафов Опа! Ну-ка, если я поднимусь на самый верх Смогу я где-то шкаф воткнуть? Идеально! Самый простой третий верстак в моей жизни А я всё отсюда заберу Блин, уголь как будто мне может пригодиться в будущем Оп! Да ракет... О, мне хватает на ракету Всё, я изучил, что хотел Так, мне ещё надо скоростную ракету изучить И хилку И дабы обезопасить себя от залётных рейдеров Я расставляю турельки в лесу Теперь я был в относительной безопасности Оп! Плюс две турели Броу, what the fuck Как? Что он тут делал? Я не понял Вначале я подумал, что это китайский игрок Но потом выяснилось, что это был тот самый бомжик Который мне скидывал ресурсы Если вы помните такого И он тоже, видимо, проворачивал здесь грязные делишки Броу, I'm not Chinese Фимбойщик, это ты? Я только что этих обокрал китайцев Что ты у них порой? Я с парашюта залетел, ты меня... Как-то меня перехватил Пойдём, пойдём Я у них магаз воровал, и там сундук был А где наверху? На каком доме? Вот в этом мейне прям я был Подожди, стой А у меня никнейм ещё был, типа, so smart player Аааа, ёлки-палки, всё, понял Да-да-да, я тебя, походу, убивал сегодня У него я узнал самый простой способ, как попасть на их территорию И для этого мне всего лишь нужен был парашют Не, нереально туда долететь Ай Больно Ааа, вот где этот жулик воровал, походу, рессы Да уж Их домик остался точно таким же, который я уже дипал И я знал, что чтобы его зарядить, нам нужно будет не очень много ракет Но у меня была надежда, что если забраться на крышу, то у них будет всё открыто Но именно в этот момент просыпаются их соседи с пулемётом И именно в этот же момент я замечаю, что их соседи выбегают с пулемётом побегать по карте И понимаю, что у меня есть шанс что-то с ними сделать Куда они ушли в этом тумане, вообще вижу их Куда они ушли в этом тумане, вообще их соседи Я пытался их переиграть несколько раз, но их количество было во много раз больше И тогда я понял, что нужно придумать новую тактику А что можно с ними сделать? Последить, может они на рейд какой-то пойдут и попробовать ушатать их уже на рейде? А, вот он мой чел сидит Под дверью у них Сейчас я понимаю, что этот дом нужен был именно для этого момента Уходи, браток, уходи Прикрываю Уходи оттуда Ха-ха-ха-ха-ха Мохан, йоучу Мохан, йоучу Короче, не хотят они со мной разговаривать Блин, мне нужен какой-то наемник Наемный киллер-убийца 2281337 на прикрытии Я скидываю калаше болтовку И отправляюсь к ним под дом В надежде, что они выйдут и я кого-нибудь подловлю Но каким-то чудом мы с ними разминулись И они, оказывается, бежали уже рейдить мой дом Ой-ой-ой, они у меня, они у меня Ой, это проблемка Я не вовремя кильнулся Это проблемка Это problems И как вы знаете Именно в такие моменты во мне просыпается режим берсерка Че они меня разбили? У-ху-ху! Мохан, йоучу Мохан, йоучу Мохан, йоучу Ха-ха-ха-ха-ха-ха Че что это? Китаец Дмитрий нафиг в деле Но если вы думаете, что на этом они закончили свой рейд Вы очень сильно ошибаетесь Где у меня есть дерево? У меня нет дерева Есть Мохан, йоучу Ха-ха-ха-ха-ха Блин, они будут до конца меня рейдить Есть такое предположение Кап разбивает Что делать в такой непростой ситуации? Возможно, вы подумаете, что я действовал безумно. Но так и есть. Я знал, что они все равно будут рейдить меня до последнего. И поэтому решаюсь рискнуть. Где они сидят? У меня, наверное, нет вариков от комбачей. Но я не опускал руки и старался биться с ними до последней капли пота. Ну, гэ-гэ. Нервишки я им потрепал, конечно. Мне кажется, я хорошо им нервишки потрепал. Но как бы то ни было, я знал, с какой кибитки они выходили меня рейдить. Оставалось только подловить момент, когда они отсюда уйдут. И тогда я бы забрал все, что они забрали у меня. Блин, он меня увидел. Один минус. Второй минус. Третий минус. Четвертый минус. Он меня убил. Блин, сколько я их там повалил. Это нереально. Да, если честно, соло-игра в этом и заключается. Я могу убивать максимально много игроков, но выжить – это абсолютно другой вопрос. Но зато сейчас я мог появиться дома и, наконец-то, скрафтить парочку ракет. Ладно, надо калаш еще скрафтить парочку на камбэк. Ну, что-то я не знаю. Ощущение, как будто, не знаю. Как будто я им поводил по губам, мне кажется. Вот такое ощущение. В какой-то момент я даже попытался забайтить их на звуки ракет. Но странным образом ко мне так никто и не пришел. И тогда я подумал, а что если они где-то фармят, и у меня есть время зарейдить их каменную кибитку. Я стараюсь как можно быстрее накрафтить ракеты и отправляюсь сразу же их рейдить. Ладно, глушитель, у меня тут не пригодится. Эй, мистер, иди сюда быстрее. Иди сюда быстрее. Я не могу тихий рейд. Давай быстрее, это будет самый тихий рейд. Просто берем и стреляем вот сюда вбок. Готов? Давай, сразу стреляй, перезаряжайся. Отходи. Отойди, отойди, отойди. Нет, 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 тут много. Лутай калаши, лутай все калаши, которые тут есть. Блин, надо уходить, мне кажется. Нет, я знал, что будет пригодиться. Тут нет ракет. Все, уходим. Блин, он меня не слышит, у меня микрофон сломался в игре. Блин, надо уходить отсюда. Че я не забрал? Все, я пошел. Лишь бы меня сейчас не стерли. Куда, вот и все. А, все калаши камбэкнулись к папочке. Подожди, тут скоростная ракета. Тут скоростная ракета, надо идти домой фастом. Вы можете себе такое представить. За 4 ракеты я получаю больше 2 строк калашей. И огромное количество ресурсов, которые мне тоже были нужны. Одно я знал точно, что по возвращению эти ребята будут очень недовольны. Может прийти им дом починить? Как был построить. Теперь остается загадкой, где их ракеты. Они в каком-то большом доме, 100%. И мне кажется, в том, который ближе к воде. Но у меня столько ракет сейчас нет, чтобы это рейдить. Я примерно знаю, как у них дом устроен. И в это же время мы с моим новым другом начинаем прощупывать их каждый домик. Блин, мне надо посмотреть, как у них дом устроен. Это ты? Это я, это я, это я. Да, я слышал, что там эту фигню, мне кажется, можно сломать и пролезть. Я упал просто. Мне кажется, видишь, там вот эти проходы, там эта фигня стоит. У меня вообще другая есть идея. Поднимайся за мной, короче. Пойдем. Я, я за ней. Она на меня заагрелась. А так как у меня были зажигательные ракеты, я знал, что можно сделать с этой турелькой. Вот и все. Все, наконец-то. Так, ага, тут дверь. Все, понял. Вопросов не имею. Было непонятно, чем сейчас занимаются китайцы. Но это же время и являлось самым подходящим, чтобы выявить у них слабые места. Короче, идеи нет. Идеи надо идти фармить серу. Я знаю, как рейдить дом на воде. И знаю, как рейдить этот дом. В ближайшее время меня ждало очень много работы по фарму серы. И уже сейчас я понимал, какой домик надо будет рейдить первым. Но этот дом не выглядит, как дом с опенкором, мне кажется. Вот этот дом, кстати, слабенько выглядит. Вот с него бы я и начал. Тут как будто, не знаю, тут, наверное, нет опенкора. Тут можно по дверям бахать, а потом центровину. Да и все. Вот тебе и рейд. Но пока я бегал и фармил серку, снова появились они. И они явно были очень серьезно настроены. Сейчас я их всех сотру нафиг. Сейчас посмотрим, в какой дом они еще зайдут. А, они походу в дом с опенкором идут. Подожди, или они вернулись к этому дому. Вот они. Они зашли сюда. Я могу их тут стереть. Ай, меня с крыши убивают. Он с базукой, этот тип. Нужно дерево. Честно говоря, китайцев становилось все больше не по дням, а по часам. В какой-то момент у них даже активизировались целых четыре базы. Но меня это ни капли не пугало. И именно сейчас я начал понимать, что чтобы их победить, нужно будет действовать максимально аккуратно. А не бежать, сломая голову, рейдить сразу мейн. Для начала мне нужно было избавиться от домов, которые были по бокам. И сразу для себя я подметил один прекрасный домик, который стоял на отшибе скал. И если вы помните, то это именно тот самый дом, в который я проник через окно. Ну да, они все видят, все знают. А вообще... Да, идея супер гениальная. Я сейчас так и сделаю. А идея заключалась скрафтить парашют и попытаться залететь на базу, которая находилась подо мной. Глава 6. Уничтожение королевства. Пока китайцы занимали своими делами и сидели на крыше, я пристраивался к самому дальнему их дому, чтобы посмотреть, как он устроен. Тут ПВО не пригодилось. Я сам нафиг разбил ноги. Короче, тут надо как-то турели разбить на крыше. По-тихому это, если только сидеть с Блочкиным, наяриваясь. Это хорошо, это весело. Хорошо, что у меня было достаточно скрапа, чтобы изучить зажигательные стрелы. Да и топлива у меня было в достатке. Там корова летит подбитая. Ой, минус корова. Не буду никуда дальше лезть. Буду отсюда просто разбивать турель. Ох, какой же увлекательный контент меня ждал впереди. Я обожаю это дело. Отлично. Ой, блин, я вообще поражаюсь с этой игрой. Я в шоке. Нет, блин, ну почему? Блин, я ненавижу эту игру. Как у меня горит. Иногда все шло не по плану, но все равно я двигался к своей цели. Ты дострелялась. Турель. На. Блин, кстати, довольно быстро они сгорают. Еее. Все, поехали. Да, этот дом был явно настроен против меня. Но на такой случай у меня были изучены лестницы. Давай. Хорошо. Тут ящики закрыты. Отлично. То, что надо. О, ну дерево мне надо. Ой, так у них тут ресы есть. У них там двери открыты. Ну, хотя бы выбраться из этой территории мне не составило труда, потому что у них был коптер. Все, что у меня было в планах сейчас, это наплавить как можно больше серы, чтобы наконец-то скрафтить ракеты и прорейдить этот дом по дверям. Интересно, много у них турелей будет в доме или нет? Все, пора идти рейдить. У меня сейчас ракеты докрафтятся, все докрафтится. Я смогу первый дом зарейдить. Вот эту цель. Блин, а я себя туда пульну. Надамажится стенка? Да. А я знал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё-то как будто не хватает мне. А, тут уже коптер кто-то спёр. Офигеть. А, серьёзно? Нифига, я тоже не плечу. А чё так можно было сюда залететь? Ракет, чтобы зарейдить последнюю стенку, мне не хватает. Поэтому я отправляюсь домой, чтобы их докрафтить. Но этим рейдом заинтересовались ближайшие соседи, которые попытались их отдефать. Пускайся вниз по лестнице. Не теряя надежды, я хватаю ещё один калаш и отправляюсь туда по секретному способу. Один минус. Он сам взорвался? Что? После этого больше ко мне на антирейд никто не приходил. Я спокойно смог добить эту базу. Фух, так, я надеюсь... Ага, тут гаражка и третий верст. Третий верст, который мне не даёт пройти. Короче, тут по любасу на первом этаже весь лут. Какихо узнают. О, вот это вот вопросов не имею. Вот это вопросов не имею. Так, на верстак надо сколько? Много на верстак надо. На верстак надо много. И дабы не взрывать верстак, который я мог продать в будущем, я взрываю два мультишкафа, которые стояли снаружи. Тем более зарейдить их было проще простого. Но самое главное, что после этого они бы явно не восстанавливали свою базу. Тут куча шприцов накрафчено. И немного МВК. Ну, как будто не знаю. Ну, хотя компонентов много. О, так тут хорошо, нафиг. Себе я забрал всё, что мне нужно было на крафт-ракет. А остальное я отдал тому пареньку, который противостоял китайцам. Где мои берданочки? Иди сюда, тебе берданочки нужны, говоришь? Короче. Вот, иди сюда. Там калаши, всякая фигня есть. Вот левый нижний ящик. Слушай, если мы серу с тобой вместе накопаем, то в теории мы можем забахать у них все дома у китайцев. О, тут ещё и чайна фарм есть. Топ. Самое забавное, что я мало того, что окупился по ракетам, так у меня ещё и появилось огромное количество различных нужных ресурсов. Которые я уже знал, куда одену. У меня появилось немного ракет, которые я мог пустить на рейд-базы в скале. И пока они были в онлайне, я должен был действовать. Тон, Тинчо! Тон, Тинчо! Тон, Тинчо! Тон, Тинчо! Цончинчу 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 О-о-о, хорошо Так у них вообще нормально резов тут Ну-ка, шкаф О-о-о Уважаемо Шон Чун Гу Мун Чу Хучо Пу-пу Хеллоу, мой друг, где ваша база? О-о-о, твой база Какой-то странный образом в этом доме бил шкаф с соседнего дома, поэтому застроить двери я не мог. Но зато мне смог помочь верстак, который я поставил в проем. И теперь я мог спокойно бурить дальше. А пока я продолжал рейдить этот странный дом, они позвонили своим друзьям, и теперь их было еще в 10 раз больше. Я убрала тебя. Ха-ха-ха-ха-ха. Ези бейс, ребята. Так簡ично. Не важно. Почему так簡ично, брат? Почему так簡ично? Почему так簡ично? Просто подумай. мне как много... О, мой бог! Так красиво, чувак! О, мой бог! О, мой бог! Здравствуйте, чиновники! Что вы думаете о репейере? Да, китайцы со мной общаться не собирались. Судя по всему, они были очень сильно расстроены. Но у них явно был какой-то план. Судя по всему, они были очень сильно расстроены. Надо дождаться момента, когда он спиной будет. Есть пробитие! Ну, слушай, у них уже минус один дом. Там вдоль берега их вообще меня. Ну, я думаю, отсюда надо все ресурсы унести побыстричку. Блин, опасно, опасно с этими ресурсами тут воевать. Надо вначале зачистить, а потом идти уже. Так, если он сюда спокойно подбежал, я, значит, могу спокойно отсюда уйти. Ха-ха-ха! У меня еще очень много работы. Чинь-чунь-мунь-чунь! Кунь-джунь-гунь-джунь! Как будто они не хотят со мной разговаривать. Это грустно. И после этого победного рейда во мне просыпается абсолютная уверенность в себе в том, что я справлюсь даже с большим рейдом. И отправляюсь туда со всеми своими ракетами. По пути с собой я прихватил того паренька, чтобы, если что, он мог прикрыть мою спину. У меня тут, внутри, моя одежда. Мы по дверям просто пойдем рейдить их и все. На! Лупи разрывными! Ой, я чуть не взорвался. Хиль, похиль меня. Не стреляй, не-не-не, не стреляй. Отойди. Смотри, они могут со всех сторон сейчас идти. Очень больно, очень больно. Хорош, все, соточка. Я взорвал кого-то. Чувак, это что вообще такое? Ты посмотри в эти нафиг ящики. О-о-о, ё-мо-е. Это окуп нафиг. Стой. Отойди. С ракеты пульно отойди. Давай, Серка. Есть ракеты, есть ракеты, есть ракеты. Вот это, Чегри, вот это. Ха-ха, забираю. Забирай, забираю снова, забираю снова. Просто уйдем отсюда сейчас. Смотри, тут сколько топлива и дизеля, мужик. Понимаешь, я рейжу их дома, у меня ракет меньше не становится. Это бред какой-то. Ха-ха-ха-ха. Достреляй патронами. Уходим. Честно говоря, я был просто в шоке от того, какое количество ресурсов нам удается у них забирать. Но самым удивительным было то, что они даже не попытались отдефаться. Но все, что нам теперь оставалось сделать, это накрафтить как можно больше ракет, чтобы уничтожить у них мейн. Надо еще одну ходочку сделать побырику. А я, наверное, кильнусь и там просто встану. Это, наверное, быстрее будет, чем бежать туда. Калаши, калаши, нужны тебе? Право, вероятно. Бери калаши, смотри, сколько калашей. О! А ты видел наверху? Пойдем, смотри. Прыгай, лутай. Броню там, топ-сет цепляй. Ну все, тогда я погнал до дома. Ты еще себе относи лут тогда. Я пойду крафтиться. И сейчас пойдем последний дом у них взорвать. Да, давненько у меня не было такого лута на третий день после вайпа. И все это было на расторе US Main, где тысяча онлайна. Это просто какое-то сумасшествие. У меня появилось так много МВК, что мой домик сразу превратился в неприступную крепость. Это у меня тут ресурсов больше, чем в каком-нибудь китайском клане. Вместе взятом. Фотографтив на оставшийся порах ракеты, я отправляюсь на свой последний рейд. Мы просто были обязаны уничтожить их главный замок, с которого они постоянно стреляли по мне с пулеметов. Последняя глава. Месть. Так, коня я заберу. Да начнется хаос. Минус от стрелка. Я кого-то взорвал. Это опенкор уже. Я взорвал там кого-то внутри. Я уже вижу третий виштак. Еще взорвал. Я еще взорвал. Сколько их там? Блин, я тоже взорвал. Блин, там немного ящичек. Я уже вижу. Надо турели взорвать. Где они? Китаец, китаец проснулся. Он проснулся, он проснулся. Отойди, отойди, отойди. Где еще турели? Я вижу ее, разбиваю. Не бегай особо, сейчас я ее взорву. Минус. Блин, у них сверху могут быть. О, хилочки, хилочки. Это мне надо. Жесть. Что это нафиг? Задумался. Они пустые все. О, тут порох есть. В трупах есть. О, ящик шпильцов. О, пулемет, ящик шпильцов. Нет, посмотри ящики. Тут жесть будет. Ого. Не, нормально, нормально. А что, магаз? Не, в магазах что-то есть. Может, у них есть магаз ракет? Или нет? О, сверху, смотри, пулики. У них было столько ящиков и лута, что у меня просто разбегались глаза. Я будто бы попал в растерский рай. Но это было еще не все. О, о, о-хо-хо-хо. О-хо-хо, магазины, смотри. А как я пропустил? Еще один, смотри. Смотри, еще один. О, жесть. Жесть. Стой, берем ракеты и идем просто все дома у них рейдить. Слышь, подряд просто. Готов? Да, я полон ракет. Ты забился ракетами, точно? Да, по-фу, по-фу. Говоришь, ракет у них нет. Че, погнали делать хаос на сервере? Взрываем все. Все взрываем им, пока они не вернулись. Есть пробитие. Ха-ха. О, шкаф. О, вот и шкаф. Я не знаю. О, киянка. Киянка мне надо. Смотри, оп. Тут сочельки есть. Вот, шесть сочелей. Бери, бери. Все в дело пустим. Ха-ха-ха. Мы даже не планировали сейвить то, что мы у них нашли. Мы просто тратили ракеты во все здания, которые стояли рядом. Слушай, я же говорю, ракеты вроде тратим, да? А их меньше не становится. Как это вообще работает? Ну-ка, смотрим. И плюс еще одна сочелька. О, так тут вообще, ты посмотри, они все забитые ресурсами нафиг. Ха-ха-ха. Пошли еще один дом, вон следующий. У нас появилось столько много ракет, что нам просто было уже не важно, куда их тратить. Поэтому мы взрывали все китайские базы. Да не, погнали. Погнали, следующий, следующий, погнали. И плюс еще три сочелька. Ну, значит, просто взрываем на пофиг. Ты ожидал вообще, что такое произойдет с их домами? В ближайшем будущем. Не-е-е. Я вообще когда сюда заходил, хотел просто китайцев пугать. Ну что, давай. О, так откуда у них столько, я не понимаю. Ты посмотри на калаши. Что это нафиг? У каждого миллиард компонентов. Блин. А где ракеты? Да у этих бомжей нету ракет. Откуда у них могут быть ракеты? Погнали, следующий дом. Все, у меня нет ракет, я пуст. Последняя. А, это ферма. Ооо, ну тут запасы на весь вайп, понимаешь? Ооо, вот тут. Три дня после вайпа. Понимаешь? Еще серверу четыре дня жить. Скажи мне, куда девать эти ресурсы? Куда девать все интересы? Это действительно хороший вопрос. Ведь зачем они мне, если я полностью избавился от королевства китайцев? И больше мне было просто нечего делать на этом сервере. Поэтому я пишу в чат координаты этих баз, которые можно облутать. И жду, пока кто-нибудь сюда прийдет. Если вы хотите хорошего вещей, следуй мне. Эй, мой друг, посмотрите на это. Эта база имеет очень много вещей. Очень много. Мы обрабатываем всех чиновниковых людей. И просто уйдем от этого сервера. Если вы хотите что-то, вы можете взять. Пока-пока, убивай меня, мой друг, убивай, пожалуйста. Бивай меня. Смешай в мою муку, бро. Смешай в мою муку, бро. Смешай в мою муку, бро. Бро, я нашел гонку и убил тебя. Смешай в мою муку. И что самое удивительное, что даже под страхом смерти с забитыми карманами он не стал меня убивать. И закончить этот вайп по старой доброй традиции я не смог. Поэтому я нашел другой выход. Гудбай, бро. Я, конечно, все понимаю, но меня ты уже выпустишь отсюда или нет? Но ты же знаешь условия. Сто тысяч лайков. Подписчики, помогите, поставьте лайк. И тогда я тоже сдержу обещание, и он выпустит ролик как можно скорее. А выйдет ли он на свободу, зависит только от вас. Продолжение будет в моем телеграме.